Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Я сегодня такая уже рождественская красная помада для меня в последнее время такая редкость, поэтому вот такое ощущение праздника сама для себя тоже создаю и решила сегодня надеть красную помаду. В общем, о чем это я? О том, что примерно в это же время, год назад, я делала для вас обзор на мой фендайс. Не обращайте внимания, у меня там веселье в большой комнате. Вот, и, собственно, год назад я вам рассказывала про фен. Сейчас, некоторое время назад, Dyson выпустили свой новый стайлер, Airwrap, который называется. Вы наверняка о нем слышали, вы не могли не слышать, потому что весь американский YouTube его обозревал, рассказывали свои впечатления, и, в общем, мне безумно тоже хотелось попробовать. Поэтому, когда Dyson предложили мне протестировать и поделиться моими впечатлениями, я, естественно, согласилась. И, в общем, сегодня расскажу про вот этот вот набор, который у меня есть. Здесь, собственно, стайлер и насадки к нему. Во-первых, хочется начать с того, что большинство делает акцент в своих обзорах именно на накручивании локонов, потому что это настолько вот так впечатляюще круто выглядит. Но для меня большим сюрпризом и радостью оказалось то, что стайлер этот еще и выпрямляет волосы. Поскольку я чаще всего ношу именно выпрямленные волосы, для меня это вообще такой, ну, основополагающий момент. Нет, локоны я ношу реже, но от этого, конечно, крутость вот этого накручивания, она нисколько для меня не меньше. То есть, мне понравилось и так, и так делать. Но поскольку в повседневном использовании все-таки мне нужно выпрямление чаще, то как бы это не может не радовать. И этот стайлер, он нашел свое место в моей жизни и 100% будет в дальнейшем использоваться очень часто. Почему? Сейчас давайте тогда откроем коробку и расскажу. То есть, смотрите, у меня вот такой вот набор для всех типов волос. Если вы собираетесь использовать этот стайлер в одиночку, тогда вам в принципе такой не нужен. Если вы собираетесь пользоваться им, например, с мамой и сестрой, с которой вы живете, и если у них другой тип волос, тогда имеет, может быть, смысл взять вот этот вот большой набор. А так можно обойтись тем, который подходит именно вашему типу волос. То есть, например, у меня мягкие и тонкие волосы, и если бы я выбирала для себя набор, я бы взяла тот, в который входят, собственно, насадки для моего типа волос. Это была бы вот такая вот круглая щетка-брашинг, такая вот щетка для выпрямления волос, для тонких и мягких волос, соответственно. Вот эти вот, естественно, ведут во всех наборах цилиндрические насадки для завивания волос. И в каждом наборе еще идет вот такая вот насадка, которая для сушки волос просто феном. Если у вас жесткие волосы, тогда, ну, то есть, жесткие, более такие густые, более вьющиеся, например, тогда у вас будет идти, соответственно, тоже сам стайлер для сушки феном насадка, цилиндрические насадки. И у вас уже будет вот такая более, для жестких волос она сильнее выпрямляет. В общем, это вы можете иметь в виду, то есть, вот такой вот большой, в принципе, не каждому нужен. И надо отметить, что в наборе идут цилиндрические вот эти вот насадки для завивания волос разного диаметра. Соответственно, 2 на 30 миллиметров и 2 на 40 миллиметров. Эти для более таких тугих кудряшек, то есть, для более такого очерченного мелкого локона, скажем так. Это вот для более крупных локонов. Я предпочитаю крупные, поэтому я вот сегодня вам покажу, как я делала вот с этими насадками укладку. Моими любимыми насадками, собственно, закономерные стали те насадки, которые предназначены для моего типа волос. Вот это вот для выпрямления и вот это для выпрямления объема. То есть, я ее не использовала именно для каких-то локонов, хотя, в принципе, тоже можете это делать брашингом. Я именно вытягивала волосы ею. Как вообще я обычно укладываюсь? Я обычно беру свою расческу, расчесываюсь и параллельно сушу волосы феном. Вот на такие щетки я обычно не укладываю, потому что мне не хватает рук для того, чтобы и вытягивать, и феном сушить. В этом плане мне намного удобнее стало за счет того, что я вот просто надеваю эту насадку. Вот так вот. И делаю только одно движение. То есть, мне вот так вот достаточно просто водить щеткой по волосам для того, чтобы их выпрямлять. Мне не надо два каких-то предмета держать. То есть, реально манипуляции стали намного проще. В общем, как я сейчас укладываюсь, я сначала немножко выпрямляю, подсушиваю волосы вот с этой щеткой. И потом я меняю на вот эту и уже вытягиваю окончательно для того, чтобы и объем придать у корней, и для того, чтобы вот красивые прям такие гладкие-гладкие сделать локоны. Это обалденно круто получается. И это настолько экономит мне время, потому что раньше я бы сначала высушила волосы с расческой и феном. И после этого мне надо было бы пройтись еще утюжком. Поэтому каждый раз, когда я пользуюсь утюжком на волосах, на которых когда-то до этого, то есть, ну, еще некоторое время назад был балаяж, у меня сердце кровью обливается, потому что я понимаю, что я их просто добиваю. Еще, кстати, классный момент, что не остается сосулек. Потому что, когда я выпрямляю утюжком, у меня часто бывает такое, что вроде все было красиво, объемно, а потом провела утюжком и такие, все, повисли палки. Вот с этим не получается так стайлером, потому что он воздухом укладывает, и они остаются такие живые, подвижные волосы. Сколько блеска мне добавило, это вообще словами не передать. Я настолько в восторге, потому что волосы реально красиво блестят. Я всегда думала, что у меня мягкие, пористые, тонкие волосы, которые не могут так блестеть, еще как могут, это очень красиво смотрится. Так что вот прям я без ума. Вообще выпрямление горячим воздухом намного менее травматично для волос, чем вот когда я выпрямляю утюжком, потому что там реально такие экстремальные температуры используются. Ну, естественно, плюс для меня, как для мамы, это то, что я трачу, в принципе, получается, два раза меньше времени, потому что мне не надо сначала высушивать, потом выпрямлять волосы. Мне как бы вот этот стайлер, он делает сразу и то, и то. То же самое с локонами, когда вы делаете. То есть я заметила, я локоны делала всего один раз вчера для того, чтобы вот сделать для вас видео, потому что стайлер у меня недавно, я, в принципе, делюсь такими первыми впечатлениями с вами. И вот когда я вчера делала локоны, я как раз об этом же думала, что если бы это была моя повседневная укладка, это сэкономило бы, опять же, мне точно так же два раза время, потому что мне не надо было бы сначала высушивать волосы, причем так хорошенько высушивать, потому что чуть влажные волосы укладывать в плойку, и это же вообще просто до свидания. Поэтому очень здорово, что стайлер и высушивает, и завивает их одновременно. В общем, это реально, мне кажется, очень удобно в этом плане. Собственно, это то, что касалось выпрямления волос. Давайте теперь поговорим о завивке. Как я уже сказала, я вчера для видео пробовала именно, тестировала как раз этот стайлер в плане завивания, и я буду вам сейчас рассказывать и параллельно вставлять ролики, чтобы вы видели, как это, собственно, в действии все выглядело. В общем, как я уже сказала, два, две пары цилиндрических насадок для того, чтобы завивать волосы. Почему их дается по две? Потому что здесь, вот как вы видите, нарисованы вот такие вот стрелки, эти стрелки показывают направление локона. То есть, вы когда завиваете, вы надеваете эту насадку на ваш стайлер, и потом смотрите в зеркало, в каком направлении стрелка, в ту сторону будет локон. То есть, вы вот так вот прикладываете, смотрите в зеркало, и в зависимости от того, как вам больше хочется, с той стороны, соответственно, и завиваете. Почему это важно и удобно? Дело в том, что вам не надо никак поворачивать руку как-то коряво для того, чтобы здесь закрутить, потом как-то вот так вот закрутить. То есть, никаких вот этих верчений этот стайлер не предусматривает. Вы его все время держите примерно в одном положении, и руку никак заламывать не надо. То есть, вы просто поменяете насадку, делаете, скажем так, с этой стороны все в одну сторону локоны, с этой стороны в другую, и они получаются идеально симметричные, и не надо ничего, никуда вертеть. Вы в моих вот этих роликах, которые я вчера записывала о завивке, обратите внимание, как круто волос захватывается. То есть, вам не надо брать прядь, самой ее накручивать на этот стайлер. Просто подносишь, и он сам все закручивает. Это настолько волшебно. И знаете, вот лайфхак, который я отметила для себя. То есть, вы можете, в принципе, брать одну прядь и давать стайлеру ее накрутить на себя. А еще очень удобно, просто когда у тебя вообще минимум времени, минимум желания напрягаться, как-то я просто подносила стайлер, и он накручивал. Он не путает никак вообще. Он сам просто произвольно набирал волосы. И это получится не идеальная такая укладка, знаете, с идеальными один к одному локонами. Но все равно прикольно, потому что у вас будут вот эти волны, но они будут супер естественные, потому что у нас кудряшки на голове, если от природы, они никогда не бывают прям идеальными локонами. Ну или, может быть, кому-то везет. Но смысл в том, что я просто прикладывала стайлер вот так вот в голове, он набирал волосы, и это реально классно смотрелось. Потом отпускаешь вот этот локон, и он такой красивый, и, ну, в общем, здорово смотрелось. И что еще меня порадовало, помимо того, что не надо накручивать вот каждый отдельный локон, это то, что когда я держу плойку, я часто делала вот так и вот так. И когда ты прижимаешь горячую плойку к колбу, я думаю, мы все там были, это адски больно. И всегда боюсь, вот если в этот раз останется шрам, что делать? С этим стайлером, естественно, этой проблемы нет, и вот обожженный лоб, обожженные пальцы, об этом я, к счастью, забуду навсегда. Я перед тем, как завивать волосы, потому что я говорю, я в этом вообще не мастер, я посмотрела инструкции на сайте Dyson, мне очень понравилось, что они, во-первых, наснимали кучу роликов о том, как, какие укладки можно с какими насадками делать. То есть это реально вдохновляет, вот. И второй момент, что у них есть четкая инструкция пошаговая, что и как нужно делать для того, чтобы у вас получилась реально красивая укладка, чтобы локоны держались, чтобы они были красивые и зафиксированные. Сделаю небольшое отступление от темы. Дело в том, что моя любимая блогер Тати, она некоторое время назад делала обзор на этот стайлер, и она его, ну, отругала конкретно. Она сказала, что вообще ей не понравилось, и это жесть и ужас. Но знаете, что произошло вчера? Да, ну, вы увидите это через какое-то время, то есть для вас это несколько дней назад. Она выпустила второе видео, оно называется I'm sorry, Dyson, take 2 или part 2, ну, в общем, короче, не важно. И я, открывая это видео, думаю, ну все, если она еще раз попробовала, ей опять почему-то не понравилось. Думаю, ну это вообще жесть будет, потому что меня съедят заживо, потому что мне-то понравилось. Вот. И что вы думаете? Она, оказывается, попробовала первый раз этот стайлер, ей он не понравился, она сняла видео, а потом ее то ли грызение совести мучили, то ли еще что-то. Она сказала, что она везде просто про этот стайлер слышит, и ей, ну, она поняла, что надо просто дать второй шанс и попробовать. И она сказала, что может быть для нее он не совсем идеальный, но она нашла в нем реально много плюсов, и ей жаль, что она так его, в общем-то, обругала, потому что она тоже заметила, что у нее стали волосы намного более блестящими, что реально красиво лежит, что действительно добавляет ей красивый объем при укладке. И, в общем-то, что она была не права, что она неправильно им пользовалась, поэтому имейте в виду, если вы будете покупать этот стайлер, придерживайтесь инструкций, которые есть. Не надо изобретать велосипед, все уже четко прописано, сказано, как лучше пользоваться, собственно, самими создателями. Так что поехали по пунктам, что надо делать в каком порядке. Первое, вы помыли голову, у вас влажные волосы, нанесите какое-нибудь укладочное средство, ну, это, естественно, вам поможет. Перед началом укладки обязательно убедитесь, что у вас волосы все-таки влажные еще, что вы не так долго ждали, там, не отвлекались на попить кофе, что у вас не высохли волосы, потому что это не плойка, это, ну, на базе фена. Стайлер, он будет высушивать вам волосы потоком горячего воздуха, поэтому волосы должны быть влажные перед укладкой. Потом здесь есть вот такие вот переключатели, это включение, собственно, это регулятор температуры и это регулятор силы потока воздуха, поэтому вы включаете вот это и это на максимум, максимальная температура, максимальная сила потока воздуха. Потом стайлер набирает прядь волос и вы держите, пока волосы не высохнут, то есть вы должны убедиться, что волосы ваши полностью высохли в этом локоне. Потом надо включить режим подачи холодного воздуха для того, чтобы зафиксировать вот этот вот локон, чтобы остудить его и зафиксировать. Это делается через, собственно, самый главный вот этот выключатель. Просто поднимаем его до самого верха. Когда мы зафиксировали, выключаем стайлер и после этого отпускаем локон. Вот это, кстати, была ошибка Тати, что она не выключала и у нее раздувало все в разные стороны. Ну и последний, собственно, момент это то, что надо использовать ту насадку, которая подходит для вашего типа волос. Хотя вот от себя я бы тоже сказала, что не совсем, может быть, это важно с выпрямлением, но в плане локонов мне понравилось делать 40-мм вот этим вот конусом, потому что я хотела более такие свободные локоны, больше как такие волны. Поэтому я использовала то, что, в принципе, не для моего типа волос, но смотрелось нормально. Ну, как нормально, мне прям понравилось. Мало того, что мне понравилось, мы, когда снимаем такие вот видео с мужем, он мне помогает, потому что я же чтобы в зеркале, я снимаю себя через зеркало, когда я делаю укладки, и мне нужно, чтобы кто-то контролировал, что я в фокусе, что там у меня нормально кадр выстроен. И вот он стоял, смотрел, и когда я закончила, такая, ну все, можно типа выключать, он такой смотрит, говорит, слушай, так красиво прям. То есть, обычно он больше сфокусирован именно на работе, на том, чтобы хорошо снять, а тут он прям вообще забыл о съемке, он такой реально красиво. Поэтому, да, это не только мною опругнуто, но и моим мужем, если это имеет значение. Вот, так что если подвести итоги, как вы поняли уже, стайлер мне понравился. Первое время, конечно, немножко непривычно, что не надо вот саму этот локон накручивать на плойку, и что мокрые волосы ты как бы укладываешь в локоны. Но вот к этому привыкаешь очень быстро. Наверное, после там очередного локона, еще не уложив всю голову, руку набиваешь, она привыкает, и реально очень здорово получается. Плюс мне очень понравилась вот эта функция выпрямления. Короче, это такое, знаете, очень многофункциональное устройство, которое вам и выпрямит, и завьет, и высушит волосы. То есть, столько всего в одном, это реально очень классно, очень удобно. И вот этот блеск волос, который у меня появился с этими укладками. И, знаете, стыдно признаться, но мамы меня поймут. Дело в том, что когда у тебя маленький ребенок, иногда... Ну, ладно, помыть голову время ты найдешь, но нормально уложиться по-человечески после этого времени нет. Поэтому зачастую просто, ну, как бы подольше ходишь, пока у тебя есть более-менее укладка, лишний раз сухим шампунем набрызгал, и ладно. А вот с этим стайлером я реально заметила, что я стала чаще мыть голову, чаще укладываться. Соответственно, я чаще лучше выгляжу, и чаще у меня лучше настроение. Я понимаю, что это звучит прям очень рекламно, но это правда, это так и есть. Я прям очень довольна, что я теперь прохожу мимо зеркала и чаще радуюсь своему отражению. Не только когда я куда-то собираюсь, а вот реально на повседневку. Я думаю, это все, что я хотела сегодня рассказать. Я надеюсь, я была максимально информативна, и у меня получилось поделиться моими такими первыми впечатлениями. Я еще так на эмоциях, наверное, потому что вот правда не ожидала, что мне так сильно понравится. Вот, поэтому если я что-то забыла рассказать, обязательно спрашивайте в комментариях, я отвечу на ваши вопросы, и встретимся в следующих видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok